Всем привет! С вами снова Дмитрий. Это УАЗ Патриот 2019 модельного года, пробег 15 тысяч километров. Второе видео я бы хотел посвятить холодному запуску двигателя. В прошлом видео я озвучил проблему с плаванием оборотов холостого хода, которое решилось переобучением дроссельной заслонки у дилера. Вот сейчас автомобиль простоял сутки. На улице температура не знаю какая, сейчас посмотрим. Так, включаю зажигание. Так, значит, минус 4 градуса. На улице показывают. Вот сейчас я вам продемонстрирую запуск. Так. Обороты 1000. Обороты держатся стабильно, двигатель работает стабильно. Никаких посторонних шумов не наблюдается. Все спокойно. Видите, был снегопад, я еще даже стекло не успел почистить. Обороты потихоньку начинают снижаться. Начинается прогрев. Сейчас посмотрим, как, за какое время машина прогреется. И насколько стабильно будут держаться обороты холостого хода. Двигатель работает достаточно мягко. Напоминаю, что ТО нулевое не проводилось. В двигателе агрегаты залито то масло, которое заливается на заводе производителем автомобиля. Щуп я вытаскивал масляный, смотрел, как это масло выглядит. Ну, у меня претензий нет. Масло достаточно вязкое, но не слишком. И успело уже так потемнеть, но не пригореть. Считаю, что смысл паниковать и менять обкаточное вот это масло сразу же, как некоторые советуют. Не вижу никакого смысла. То есть, еще раз говорю, что машину я использую для командировок. Командировки с большими пробегами. Где-то в одну сторону тысяча, 700 километров. Вот, поэтому пробег у меня быстро достаточно увеличивается. Можно машину оценить. Так, вот, стрелка указателя температуры сдвинулась. Машина прогревается. Двигатель очень мягко работает. Очень приятно. Я не знаю, слышно в салоне или нет. Никаких, кстати, сверчков. Вот, по салону не наблюдается. Вот вам обзорную экскурсию проведу. Вот так вот выглядит. Вот выглядит салон. Обычно видно. Темновато, по-моему. Я думаю, до 60 я вам покажу. Это первое деление шкалы. Вот стрелка сейчас как раз начала двигаться. Вот она двигается. Прогревается быстро достаточно. Вот включился вентилятор обдува. У меня на автоматическом режиме стоит. Температура 25 градусов. Да, кстати, небольшое отступление по поводу климат-контроля. Значит, что я заметил? Автоматический режим. Когда? На улице тепло. Значит, включается. Здесь вот видно. Значит, обдув в ноги, обдув на стекло. И вот этот вот режим, он сохраняется. Значит, на протяжении всего времени. То есть, я не наблюдал каких-то переключений заслонок. И вот когда на улице становится прохладно, вот как сейчас выставлена максимальная температура. А вот дальше, если крутить, там уже все. Там уже полный нагрев начинается. Вот, значит, и, соответственно, сейчас 25 градусов. И когда минусовая температура, минус 6 где-то, в машине на скорости достаточно прохладно становится. Причем воздух идет из печки, идет воздух горячий. Вторая печка жарит, будь здоров, ее включаешь, в машине Ташкент наступает. А вот как я эту проблему решил? Значит, все делается очень просто. Раз и два. Вот этот вот дефлектор я направляю на стекло. А вот этот вот, ну, как бы на руке он так дует. И все замечательно. Почему это не реализовано в автоматическом режиме? Да, температура поддерживается автоматом. А вот заслоночки для комфортной езды, чтобы в футболочке сидеть, приходится переключать вручную. Неудобно, завод. Посмотрите. На лобоух почему-то идет воздух прохладнее, нежели он дует снизу в ноги. Но это не критично. Без шапки едешь в куртке нормально. Чтобы в футболке ездить, делайте так, как я показал. Проблем никаких. В салоне тепло, что сзади, что спереди. Так, ну что. Машина прогрелась. Вот. Смотрим. Стрелка. Стоит. И не шевахнется. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok